всем здрасте так наши спикеры все здесь очень рада всех видеть спасибо вам большое что соблюстили себя принять участие в нашем мероприятии и как говорится я передаю наше слово нашему модератору искандер пожалуйста я думаю можем начинать встречу и участники будут потихоньку подключаться а большое спасибо коллеги большое спасибо за ваше время за ваше участие отдельно хотел бы поблагодарить как раз такие вопер central asia и медийная платформа kabar asia наш постальный партнер и они как раз таки продвигает очень интересная тема очень актуальной и одна из таких как бы наболевших тем актуальных тем это как раз таки цифровое образование онлайн образование и как это все как раз таки влияет на развитие человеческого капитала в странах центральной азии сегодня у нас очень интересные спикеры эксперты своих 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 сферах как раз таки которые не подойдут к вопросу онлайн образования с разных углов хотел бы представить спикера из казахстана этот нурмухамед тусыбаев он является основателем инновационного инновационной школы астана garden school жене жене с казе у нас она присоединилась из сингапура но представляет как раз таки киргизстан она вот тоже работает в сфере образования education policy с нами сегодня а гирим хафизова она как раз таки тоже работает в сфере образования она основатель проекта udemy казахстан и консультант гугла в сфере образования также зарина раджабова это директор академии alif academy из таджикистана очень интересный проект интересная инициатива не продвигает и с нами сегодня как раз таки вот и арик джанов это основатель проекта ахан академии узбек очень интересный проект всемирно известная площадка локализовали ее в узбекистане очень интересный тренд коллеги большое спасибо еще раз формат нашей встречи каждому дается 5-7 минут по выступлению кажется своей стороны как раз таки подойдет по касательно тему онлайн образование цифровое образование тренды плюсы минусы что нас ожидает куда двигаться дальше для всех этот вопрос остается такой скажем терринкогнито загадкой что несет в себе цифровое образование куда с ним мы выйдем что следует ожидать какие риски возможно последствует последует я бы хотел дать в первую очередь слово агерим хафизова агерим давайте начнем с вас как неожиданно всем привет эскандер ты сказал юдами казахстан от gravity да я извиняюсь от gravity вы знаете сейчас солнце падает у нас закат в алмате очень красивый и поэтому я такая на спотлайте все ваши вот сердца и внимания которые я сейчас вот здесь наблюдаю мы занимаемся образованием сама я занимаюсь образованием уже последние 10 лет в сфере технологий с 2013 года и сегодня наверное я хотела бы поговорить не только о том да что я скажем так собрала свои размышления которые хочу с вами поделиться сейчас в целом на рынке образования мне кажется нет такого понятия как being done with your education завершить обучение если раньше было такое да что ты завершаешь бухгалавриат как администратуру ты молодец и идешь дальше на рынок труда то сейчас это такой процесс который длится всю жизнь да и особенно сейчас во время пандемии вот мы разговаривали с разными и с корпоративными и с компаниями и с вообще не с рынка mid career professionals young professionals у всех вот эта проблема сейчас что нужно переучиваться нужно адаптироваться нужно меняться и это сейчас вот мы скажем так во время пандемии вот те изменения которые мы планировали в образовании скажем так или ученые да исследователи которые нам предрекали ближайшие десятилетия они просто бум из пандемии случились в одночасье да и и вы знаете мы вот гравити для нас это обучение что мы поняли это не просто какая-то степень это наверное стиль жизни да и для нас очень важно делать обучение доступным да и мы такой применяем некий холистический аппроуч я чуть позже объясню почему потому что мы верим что людям сейчас нужны не только да hard skill и например да но также людям нужны даже навыки как обучаться вот сегодня я не хочу говорить о том что онлайн обучение хорошее плохое плюсы минусы это уже не актуально и вы знаете сейчас я как раз ты упоминалась я сейчас консультирую проект в индонезии в рамках губла да по дистанционному обучению что мы сейчас видим проблемы как они обучают учителей да у них есть план обучить 3 миллиона учителей проблемы одни и те же будь то индонезия будь то юго-востокая азия будь то казахстан кыргызстан узбекистан таджикистан мы в принципе все столкнулись с одними теми же проблемами вот и сегодня сейчас я хочу с вами поделиться несколькими размышлениями да они такие некие может быть где-то мифы для меня то что может быть вы с чем-то со мной не согласитесь да дорогие спикеры сейчас я вижу очень ну те спикеры которые всем будет многих знаю очень уважаю я думаю будет интересная дискуссия первое мое размышление это то что по сути онлайн обучение это не инновация то есть изначально целью было да демократизация обучения вот мы знаем я 13 году сама была в курсере мы принимали участие в разных дискуссиях и было была вот эта цель демократизация обучения да сделать обучение доступным для всех да то есть изначально была такая глобальная миссия что мы сейчас видим это то что по сути онлайн платформы такие как юда сити эдекс и другие они все правильные вещи делают но по сути они повторяют то образование которое уже есть что я под этим подразумеваю это то что они по сути ориентируются на одного вида ученика какой это ученик это ученик очень образованный заметьте часто это люди идут на рискилинг они уже получили первой степени идут на вторые степени да вот переучиваются то есть по сути как таковой вот эта демократизация не случилось и самое главное это ученики мотивированы то есть у них уже есть мотивация учиться и они идут да там на этот на другие платформы на it gravity на хан академе да и так далее поэтому я задаю такой вопрос а какая тогда проблема если есть access есть доступ обучение есть тысячи да там сотни тысяч курсов тогда в чем проблема и второе тезис который хотел бы поделиться том что проблема не в недостатке обучающих программ вот мы все кто создаем образование в смысле образовательные программы занимаемся обучением мы думаем мы хотим создавать лучший контент но по сути дело не создание лучшего контента о создании правильного контента правильное время да потому что люди мы знаем нейронные связи которые мы хотим переучивать их намного сложнее и еще такой момент может быть вы здесь со мной не согласитесь но я считаю что все книги уже написаны все курсы уже созданы сотни тысяч тысяч курсов есть сейчас но тогда в чем проблема почему люди не обучаются и вы знаете если даже взять книги да вот ты хочешь обучиться морали этики пожалуйста изучай читай достоевского есть художественные которые есть миллионы книг люди не читают люди не не берут эти курсы получается проблема не в недостатке контента и образовательных программ тогда я задаюсь другим вопросом что люди обучают не обучаются по другим причинам вы знаете я поделюсь мне интересно услышать как других стран стран в центральной айзии но в казахстане вот мы занимаемся обучением adult education взрослых и что мы выяснили знаете чаще люди не обучаются потому что у людей был негативный опыт да мы все прошли моего возраста люди через советскую систему образования у нас есть какие-то травмы в обучении также знаете людям часто не хватает уверенности в себе вот к нам приходят люди берут курс например по маркетингу но со временем мы понимаем что проблема не в том что человек обучившись маркетингу не может стать крутым маркетологом а проблема в том что у человека вообще какие-то свои другие да могут быть проблем и тогда следующий вопрос а самое главное у людей наверное нету вот этой привычки обучаться мы не учились тому как нам учиться да вот есть известный курс профессора барбары окли learning how to learn который кстати во время пандемии самые популярные курсы какие были на курсере на других платформах многие подумают что это коудинг программе и я им нет какие это были learning how to learn учиться учиться и второе это счастье да вот известный курс союзского университета про хэппинесе лб люди во время пандемии страдали совсем другими проблемами им чтобы сделать вот этот upskill в новую карьеру в новые возможности нужен был не только сам навык им нужно было справляться со своим стрессом экзайти да и другими проблемами я думаю многие из нас через это прошли что что уж там скрывать и еще такой важный момент который хотел сказать искандер ты меня перебиваешь я там время перед этого я потом еще добавлю это то что очень важно здесь роль проводника и я наверное не соглашусь с теми платформами которые совсем роль учителя пытается убрать мы здесь поговорим об этом но то что мы сейчас видим если возвращаться обратно в проблему почему люди не учатся то есть по сути нам как людям в образовании сейчас нужно решать не не сколько даже технологические проблемы да а сколько помогать людям ну вот этот гэп в обучении да мотивировать мотивации преодолеть и в роли проводника вот допустим смотрите да сколько книг наверное многие читали там богатый папа бедный папа по финансам потому но мы лучше инвестируем нет ну возможно кто-то из нас да мы стали лучшим маркетологи мы обучились digital маркетинг мы стали создавать крутые программы и запускать глобальные продукты нет почему потому что людям чтобы обучаться нужно ментальная репрезентация об этом писал профессор андерс как его забыла я скину обязательно в книге пик где он пишет о том как люди становятся экспертами и вот здесь вот эта проблема того что проводник его роль это взять тебя да с твоим маленьким сознанием и масс своими страхами дать себе навыки но при этом поднять тебя на знаете вот как в капсулу сесть и взлететь в космос да вот это я считаю делают проводники это должны быть крутые люди специалисты в своей сфере которые и у людей еще последний пункт нету времени обучаться вообще нет времени посмотрите что было во время пандемии контента было куча столько было курсов люди просто от этого устали им уже знаете они перестали доверять еще всем этим платформам которые давали рекламу да разные поэтому роль проводника вот последний завершаю это в том чтобы взять тебя да и поднять на новый уровень через знание через сознание а и так далее вот но это такие мои наблюдения наболевшие то что мы вот изучали пока мы обучаем людей во время пандемии да и до вот один большое спасибо вы затронули очень интересная тема как раз таки это тема может быть для дискуссии для сессии вопроса ответа вы поговорили как раз таки то что курсы они повторяются необходимость нет необходимости создавать вот этого но необходимо как раз таки посмотреть на правильность контента да то есть чтобы она отвечала требованиям этого времени конкретно life learning вы про это тоже очень правильно сказали то что сейчас требуется адаптация это один из самых таких важных скиллов навыков которые сейчас нужно я бы хотел следующему спикеру передать ботер пожалуйста поделитесь вашим мнением как раз таки с точки зрения тоже онлайн образования цифровизации ваш опыт реализации проекта хан академии в узбекистане работа вы с нами так да 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 вас не слышно вы не могли бы выключить и включить камеру снова бутер давайте так тогда мы переключимся на другого эксперта чтобы не терять время вопрос тогда можно решить можно наушники одеть ну же не давайте с вас начнем уже не можете пожалуйста звук учить я говорю что только не я пожалуйста быстро окей хорошо ребят очень приятно я могу поделить свой счет скринь английский все да видите да видите да видно видно джинни Окей, great. Еще раз спасибо, что пригласил меня. За последние три года я работаю в сфере образования в Кыргстане, Казахстане, и специально в прошлом году приехал в Сингапур именно на education policy, образовательную политику. На прошлой неделе мы завершили одно очень интересное исследование. Мы смотрели, насколько успешно Китай. Только, пожалуйста, не снимай. Насколько успешно Китай сейчас восстанавливается. Сейчас очень много школ, заново открывается цифра образования. Тем более Китай – это первая страна, где они закрыли школы. Это было очень интересное исследование. Мы подали на Чингфа университет. И плюс, символически, три дня назад Global Shapers, Бишкекский хаб, мы запустили очень интересный проект. Это Муали. Помогаем учителям. Поэтому я думаю, что опыт очень стоит поделиться. Конечно, времени очень мало. Я стараюсь быстро, коротко. И вообще-то я не выступаю на русском языке. Это очень трудно. Потом стараюсь очень простыми словами объяснить, о чем, какой суд. Если будет вопрос, будет такой миксер of the English language. Прошу прощения заранее. Окей. Окей. Если мы смотрим, this is the first, первый час. Я хотела показать, если два года назад, то у нас было 258 миллионов детей. А русский школы, вне школы. Из-за пандемии у нас, когда пик, это было почти половина миллиарда школы. Если мы посмотрим, what's wrong? Это from UNESCO, такая-то карта. Сейчас это когда пик. Если посмотрите, все фиолетовые, это полностью по стране, закрытые школы. Розовые, это где частично закрыто, а почти синего нет. Синего, который открывается. А с этого, неделю назад, символически несколько стран начало открывать. Если посмотрим на этот gap, то есть, если еще в феврале только Китай закрыли эту школу. Очень быстро, в течение два месяца по всему миру все школы закрыли. И потихонечку-потихонечку открывается. Еще сейчас под вопросом, стоит ли нет открыть, насколько безопасно. Среди 127, только 73 страны говорят, что они используют онлайн, именно цифрообразование. До сих пор есть 3 миллиарда людей, у них даже почти базового доступа нет к интернету. Поэтому, насколько я просто хочу сказать, это первый раз такой revolution в сфере образования. Никогда до этого такого не было влияния по всему миру. Конечно, ЮНИСЕФ тоже говорит, сейчас COVID-19 это как an equalizer. То есть, если раньше что-то было между богатыми, бедными странами, а сейчас эта разница еще усиляется из-за закрытой школы, из-за технологии. Почему-то люди думают, если имеют технологии, если цифрообразование, это должно быть всем доступным, но в самом деле, оказывается, нет. Поэтому это go back to систематические проблемы. Если мы смотрели репорт международной организации, давайте посмотрим, как частный бизнес говорит о education образовании. Сейчас есть новая терминология, называется learning loss. Это потеря из-за COVID-19 образования. Что это обозначает? Через их обследование они говорят, что даже если полностью все время онлайн обучаются, это не будет такой эффект, как и in-class instruction. Потом, может быть, Айгерим тоже согласен, не согласен, мы потом обсудим. Плюс все равно здесь разница, если низкий уровень семьи, всего лишь 60% семьи, у них они постоянно go online и обучаются, сравнивается 90% от богатой семьи. Learning loss только в Штатах, из-за этого периода, который школы закрыли, это в будущем влияет те детей. Learning loss – это тоже productivity loss. То есть это дети, потом у них будет потеря зарплаты и экономическая, сравниваясь, это почти целый год, если посмотрим, да. Экономические потери для Америки – это 170 до 270 миллиардов долларов в год потери. Потом я почему-то рассказывала вам оба с международных репорт и частный репорт, показывая, что это сейчас время, время нам надо именно срочно доработать на образовании. Если мы сейчас не будем действовать, эти люди, дети в школах, через 20 лет они и будут основной labor force на рынке, и наша экономика будет страдать очень страшно. Второй час мы сделали вот это исследование. Сейчас в Китае идет такая policy, это называется suspending lessons without stopping learning. То есть даже еще уникальность в Китае, что здесь 90 больше процентов, у них есть 4G, да, интернет access, и они очень успешно работают с именно частными ad tech-секторами. Потом есть вот это DingTing, и есть Tencent Classroom. Это главное сейчас, что дети обучаются на этой площадке. Это является Alibaba и Tencent. Еще плюс, они тоже по контенту, policy сделали, говорят, что во время пандемии лучше не добавить дополнительный burden с стрессом для школьников. То есть это очень успешный пример, как Китай делает. Но все равно здесь до сих пор в Китае 340 миллион, у них нет доступа к интернету. Это последнее время, вот интервью. Чтобы на онлайн обучение выйти, семья выходила, что пойти на горы и ловить интернет, for example. Наша команда, мы сделали интервью и field study, мы посмотрели разницу между urban и rural. Это в городе и на селах. Вот эта разница. Вот это все фотографии, мы сами снимали, и мы брали интервью у школьников и учителей, и пришло такое recommendation. Конечно, сейчас времени очень мало, я не буду на это смотреть. Может, в конце дискуссии я добавлю. Третий час я бы хотела обратить ваше внимание на Крымстан. У нас всего лишь на 6 миллион population, наверное, самые маленькие population среди стран Центральной Азии, но у нас 1.3 миллиона это школьников, они учатся сейчас в школе. У нас очень high percentage. И еще стоит обратить внимание, большинство, где-то 70-80% школьников, они в селах. То есть у них, наверное, даже на русскоязычной такой материи очень мало. И что я хочу говорить, есть несколько успешные уроки, ну, lessons, опыт, стоит поделиться с вами. Первый. Для них, у вас одна минута. Окей. Одна? Да. Хорошо. Наши информационные медиа, они очень активно работают. Это очень стоит, чтобы постоянно проводили опрос, да, не только у школьников, у учителей, у родителей, чего не хватает, что недоволны. Вот это все статистически помогает сделать полосы. Второе. Наши сейчас частные секторы, как Mobile Internet Company, они сейчас тоже активно сотрудничают с нашим министерством образования, предоставляют доступный, либо даже бесплатный интернет-доступ для школьников и учителей, который очень стоит. Рассказать еще, людям говорить тогда, как если вообще интернета нет в селах, есть очень успешный проект, в принципе, несколько лет назад мы запустили, это илинбокс, даже без интернета мы все скачиваем, вот этот контент и поставляем на hard drive. И все, вот дети в регионах, они просто скачивают на свой мобил фон, и они могут спокойно у себя без интернета учиться. Потом это очень стоит посмотреть. Мы уже установили вот в среде 100 школ, и последний из-за COVID, ребята говорят, Internet Society, Curve Chapter, да, они собираются еще в 100 школах установить такое. И в последний раз, где я сейчас тоже помогаю ребятам, мы подумали, все, агент говорит, контент есть, там все есть, министер тоже говорит, что все надо онлайн, но как это преподается, как teacher, что нам делать, никто почему-то это не адресing this problem. Потом мы инициировали три дня назад научиться использовать онлайн инструмент для подготовки учебных материалов для учителей. И смотрите, это very engine, да, мы ничего, у нас вообще ресурса нет, нет ни одной копейки, нет никакой гранта, мы просто объявили на соцсети, говорят, дорогой учитель, мы здесь, мы думаем, мы можем стать такой площадкой, набираем ментров, и набираем это учителей, чтобы их обучить, как использовать Zoom, Google Classroom, такой digital skills, навыки. И в течение 50 часов, чтобы это верить, посмотрите, это у меня response, у нас 425 учителей подали на заявку. И у нас также есть 163 анкеты от волонтеров-экспертов. Они, кыргызстанцы, не только в Кыргызстане, они тоже за границу, они все сейчас готовы оказать помощь. Это я поставлю, ну, в общем, я хочу остановиться, во-первых, открыто, я хочу это тоже, в принципе, объяснить, но школы сейчас, это будет новая норма, это мы не возвращаемся назад никогда уже. Министр Сингапур говорит, что просто готовить, это будет новая норма. Вторая вопрос, школьная система, это не только цифровое образование либо учителей, это также Child Welfare, да? Например, есть доступ для школьников, как питаться там на безопасности, медицинские услуги и так далее. Потом это даже есть такой системный подход, чтобы решать для будущего образования. И есть очень много экспертов, про адвокаты делают, что должны быть универсал интернет-эксесс, чтобы интернет, сейчас, если посмотреть интернет-эксесс и диджитал девайс, компьютер, мобил фон, они все на маркет-прайс, на рынке. То есть, если бедные семьи, у них уже нет доступа и получится. И как мы можем, чтобы сотрудничать именно с частным сектором, вместе с правильным политикой и помочь тех школьникам и учителям. Жене, спасибо. Жене, большое спасибо. Большое спасибо. Вы как раз-таки дали нам такую глобальную перспективу, глобальные сравнения. Вы говорили про Китай, про Сингапур. Вы подчеркнули проекты в Кыргызстане, которые реализуются. Все-таки находим способ как-то нивелировать те проблемы, которые у нас есть, доступом интернета, скоростью интернета. Я бы хотел следующее слово передать как раз-таки Нурмухамеду Дуцубаеву. Как раз-таки он руководит школьным проектом, он руководит инновационным проектом Astana Garden School. И вы, Женя, тоже затронули тему, что школа закрывается, постом постепенно открывается, то, что это должен быть системный подход и как это на это все влияет. Я бы хотел Нурмухамеду передать слово, чтобы он поделился своим личным опытом так же и передал своим мнением, как это все реализовывается, как дальше должны школы работать в каком уровне, в каком формате. Нурмухамед, вам слово. Коллеги, всем добрый день. Спасибо за приглашение. Очень важную тему вы поднимаете. Если говорить про наш опыт и плюс отвечать на вопросы, я тут мониторю чат со стороны слушателей, появляются вопросы. Хотел бы это все объединить. Основной вопрос, это можно разделить на два, да? Какие барьеры существуют при онлайн-образовании, которые мешают к освоению вот этого набора знаний и навыков и развития компетенции у детей на качество? Вот это первый вопрос. И второй вопрос, вообще в целом, может ли онлайн-образование заменить оффлайн-образование, традиционное образование? И насколько, да? И, на мой взгляд, онлайн-образование, оно в ее нынешней форме, на мой взгляд, не сможет заменить оффлайн-традиционное образование, поскольку в оффлайн-образовании есть больше вещи, чем просто знания и навыки, да? То есть, а именно это вещи социализации, это вещи развития лидерских качеств, которые человек, либо ребенок развивает себе путем нахождения в определенной среде, в социуме. Это физические навыки в том числе, да? То есть, но если говорить только конкретно про развитие конкретных определенных знаний и конкретных навыков, то, возможно, онлайн-образование это сможет сделать. Поэтому в целом, и в целом, мировая общественность, исследователи, они солидарны с ней на то, что самый лучший способ – это побыстрее запускаться оффлайн-школы. И для этого они приводят ряд рекомендаций. Это, во-первых, пересмотреть в целом саму инфраструктуру традиционных школ, когда в первую очередь нужно уделять внимание вентиляции, чтобы проветриванность знаний была. Вот по опыту Казахстана я могу сказать, что в казахстанских школах это, к сожалению, не предусмотрено во всех школах, только лишь, можно сказать, в международных школах, частных школах в некоторых предусмотрена современная система вентиляции, да? Где каждый класс в индивидуальном порядке имеет свой контроль, климат-контроль и так далее, да? Но в целом к такой ситуации мы, оказывается, не были подготовлены. По этой причине нужно вкладываться в развитие инфраструктуры. Это первое. Второе – это, наверное, если оставаться в дистанционном онлайн-образовании, самые ключевые семь барьеров, семь факторов, которые влияют на понижение качества образования, я бы выделил первую очередь это доступ к гаджетам. Не все дети имеют доступ к гаджетам, а то и вот в некоторых семьях один компьютер, возможно, на нескольких детей, на троих, на четверых. Поэтому первый вопрос, который на государственном уровне нужно решать, это обеспечивать доступом к гаджетам. Второй барьер – это, конечно же, доступ к интернету. Не просто доступ к интернету, а именно к интернету, который высокоскоростной. В особенности в сельских районах дети, к сожалению, они не имеют доступа к быстрому интернету. А когда у тебя есть гаджет, есть хороший контент, но нет доступа к интернету, то это будет все напрасно. Третий барьер, конечно же, это, как отметила Герима, это контент, качественный контент. Не просто, как говорится, электронный учебник, который в PDF превратили, отсканировали, а именно адаптированный, интерактивный. Его тоже нужно создавать. Его могут создавать в первую очередь сами педагоги. Четвертый барьер, который мы видим, это, конечно же, преподаватели. Их много, конечно, но именно нам нужны в дистанционном онлайн-образовании преподаватели, которые умеют давать обратную связь. Вот если у нас будут когорты таких преподавателей, которым будут грамотно давать обратную связь, как раз-таки это усиляет возможность получения вот этих знаний и навыков. Потому что в классе, если у нас, как обстоят дела, в Казахстане очень много школ, где в классе по 30 детей. Есть школы, где по 40 детей. И самая большая проблема – это учителя, это давать обратную связь своим детям. Вот представьте. Теперь при онлайн-обучении какая картина у нас появляется? Вот у нас на базе 54-й школы в Астане, которую мы на протяжении трех лет развиваем, что мы там сделали? Мы как раз-таки теоретическую часть – это использовали хороший контент, но при этом высвободившееся время учителя сделали таким образом. 30 детей, если в классе есть, мы их поделили на 5-6 групп. И учитель уже для каждой группы через стриминговые платформы, Google G Suite, начал давать обратную связь. И как раз-таки это усилило осваиваемость знаний со стороны учеников. Но тут ключевой фактор – это подготовить преподавателей, чтобы они могли давать очень хорошую, качественную обратную связь. И обратная связь как раз-таки решает вопрос мотивации детей. Когда ребенок какую-то базу контента сам прочитал, посмотрел, но при этом не закрепил, и появляется преподаватель, который вместе с ним дорабатывает, добивает, то тогда у ребенка мотивация увеличивается. Может, даже желание у этого ребенка, если даже низкое было, он не может убежать, потому что он у внимания учителя. Поэтому четвертый ключевой фактор – это преподаватели с такими грамотными, суперпрогрессивными цифровыми навыками. Пятый фактор – это, конечно же, отсутствие условий для обучения в домашней среде. Допустим, мы как государство, как общество детям предоставили гаджеты, провели интернет, хороший контент создали. Учителя дают крутую обратную связь, но дома нет условий. Допустим, люди живут в однокомнатной квартире, скажем так. Либо, не знаю, в еще хуже условиях живут. Либо дома очень много детей, допустим. У нас обычно какие семьи бывают? Большие семьи, где могут жить несколько поколений. Бабушка с дедушкой и так далее. И вот это тоже ключевой фактор, когда очень шумно ты не можешь создать такую среду. Поэтому это пятый фактор, который мы бы выделили. Шестой фактор – это отсутствие навыков дистанционного обучения у самих детей. И вот здесь очень важно. У детей младшего возраста это еще сложнее. Если взрослые дети, они более самостоятельные и усидчивые, то маленьких детей очень сложно подготовить к сидению перед камерой на долгосрочном перспективе, чтобы они долго сидели. Поэтому здесь важно ассистенство самих родителей, которые в этом помогут. Это тоже вопрос надо решать. И седьмое, наверное, в результате, когда вот эти шесть предыдущих факторов, они отсутствуют, либо в недостаточном количестве, это все влияет на мотивацию к обучению в онлайн-режиме, как на мотивацию детей, так и на мотивацию педагогов. Потому что от педагогов тоже ожидается высокая самоотдача. Представьте, да, вот у нас кейсы были. Преподаватель проводит уроки, он хорошо подготовился, но у него там на экране 30 детей, маленькими-маленькими, не видно, кто что делает. Там рядом у кого-то мама сидит, у кого-то папа сидит. То есть у кого-то микрофон включился, там каждому, пока ты вот эту логистику, организацию урочного процесса все сделаешь, у тебя проходит все время. Поэтому, когда время проходит, теряется мотивация, программа, в общем, получается такой хаос. По этой причине, да, онлайн-обучение, оно может быть грамотно организовано, но для какой-то категории детей определенного возраста, однозначно, это не маленькие дети. По этой причине мы, вот наша рекомендация, это побыстрее возвращаться в оффлайн-режим с обеспечением вот таких условий безопасности, вентиляции, масочного режима там и так далее, и так далее. Вот такие рекомендации, наверное, мы могли бы сделать. Спасибо. Если будут вопросы, конечно, я буду рад ответить. Ну, Мухаммед, большое спасибо за детальный обзор, вы дали 7 конкретных пунктов. У наших спикеров могут согласиться, могут не согласиться, да, то есть могут уже, я понимаю, что уже не тоже может быть, поэтому вопрос о альтернативном мнении по поводу оффлайн-образования, то есть постепенно или сейчас уже надо начать, да. Я бы хотел слово передать Зарине Рожабовой, как раз-таки директора Академии Алиф из Таджикистана. Зарина. Я здесь, да? Пожалуйста, вам слово. У вас есть 7 минут. Отлично. Спасибо большое за приглашение. В целом хотелось бы рассказать для начала, чем занимается Алиф Академия, чтобы понимать, с какого ракурса я буду сейчас говорить. Мы обучаем IT и программированию людей с возрастом старше 16 лет, средний возраст нашей аутории – это 24 года. Почему мы начали именно программирование? Мы верим в то, что именно развивая IT через образование, готовя новые кадры, мы сможем дать людям новое ремесло, чтобы они зарабатывали себе на жизнь и тем самым развивали всю экономику страны. Когда мы начали курсы, мы начали в оффлайн-режиме. И я абсолютно согласна с Нурмахометом. Все те 7 факторов, которые сейчас дают, то есть те преграды, которые создают сложности в развитии онлайн-образования, нереально есть. Элементарно, что мы потерпели, когда перешли на онлайн-режим? Студенты, участники курсов демотивировались. Им сложно, они привыкли быть вместе, помогать друг другу. Кто-то отстает, кто-то идет вперед. Они подтягивали, помогали друг другу, шли вперед. И тем самым у них эта мотивация зарождалась. Перейдя на онлайн, у нас многие стали покидать курсы, говорили, откройся в оффлайне, вот тогда мы и придем к вам на курс. У нас острая нехватка кадров преподавателей, именно практикующих преподавателей, которые готовы дать современное образование именно по тем технологиям, которые популярны сейчас. Получается, эта нехватка была. Мы привлекались за рубежа, с закрытием границ. Это стало невозможно. Заниматься в оффлайне, заниматься в онлайне традиционно, используя Zoom, Discord, подобного рода инструменты, было тяжело. Доступность интернета, опять-таки, прерывается связь. Они отстают, они идут, не понимают, стесняются, спрашивают по сто раз одно и то же, уходят, покидают курсы, недоучиваются. Как мы начали с этим справляться на своем опыте, мы поняли, что нужно расширять эти курсы и делать контент проще и доступнее именно для тех, кто учится у нас в стране. То есть больше подстраиваться под нашу целевую аудиторию. Мы сделали образовательную платформу, где можно скачать учебные материалы в формате PDF для тех, у кого проблемы с интернетом, чтобы самостоятельно читать. Причем развертывали по шагам, именно прорабатывали контент по мелочам, пошагово все объясняли, сделали онлайн-чат, где они могут общаться, делали созвоны, чтобы как-то отвечать ВКонтакте людям. Мы начали договариваться с интернет-провайдерами, с мобильными операторами для того, чтобы давали скидки нашим ученикам, какой-то доступ лучше к нашим порталам. Но это можно делать только там, где есть интернет. К сожалению, все еще есть районы, где интернет недоступен. И достучаться до тех людей, которые сейчас живут в этих районах, мы не можем. Потому что как нам до них достучаться? Какой рекламой нам объявить, что идемте учиться? Они ушли на карантин в конце апреля, и с того времени школьники и студенты не занимаются. Это хороший шанс им подтянуться. Но как? Они не знают, что идут онлайн-курсы, потому что у них нет доступа к интернету. Что мы еще делаем? Мы продолжаем это. Не стоим на месте и пытаемся решать каждую проблему точечно. Смотрим, что происходит, берем фидбейки, дорабатываем это. Кто нам в этом помогает? Это сами участники курса. Нам повезло с тем, что появляются активисты, которые, например, у нас сейчас 200 человек параллельно. Из них 15 активистов, которые объясняют, постоянно отвечают на вопросы и поддерживают остальных учащихся. Это мало. Это малый вклад. Мы не можем пойти в школы и перевести все школы на онлайн-обучение. Это верно отмечено, что в школе люди учатся другому, они учатся другим жизненным качествам, то, что им пригодится потом в будущем. В онлайн все-таки можно перенести профессиональное обучение и с большим трудом. И помочь, то, что вижу я сейчас, мы можем помочь в цифровизации образования по профессиональным курсам, и мы это делаем. Это поможет после людям найти работу, поможет в целом развитию страны. Но со школьным образованием по-прежнему проблемы остаются открытыми. И как и что здесь делать нам, я уверена, нужно будут какие-то общие усилия, чтобы из всего этого выйти. Азарина, большое спасибо. Очень актуальная тема, потому что мы проговаривали как раз-таки влияние COVID-19 на саму систему образования, особенно на школьное образование. То есть сейчас недавно Всемирный банк, они выпустили тоже свой репорт, доклад как раз-таки, как это все влияет на Центральную Азию. И там довольно большие суммы, большие цифры, это то, что влияние пандемии коронавируса будет как бы, это будет чувствоваться в сфере образования где-то 50-60 лет. И очень много людей там говорят, что 7 миллионов учащихся в Центральной Азии могут бросить учебу. И я не знаю, насколько это релевантно, насколько это актуальные цифры в Центральной Азии. Но вот такие, скажем, сигналы со стороны Всемирного банка, со всеми международных организаций, они говорят о том, что все-таки нужно задуматься, то есть как этот вопрос нужно решить, потому что это же человеческий капитал, и это дальше, ну как бы следующее поколение людей, которые будут формировать как раз-таки экономику страны, дальнейшую политику страны, и концепцию, культуру, и все остальное. Соответственно, это очень актуальный вопрос. Следующий спикер, у нас Боттер, если у нас нет технических проблем, то, Боттер, я бы хотел вам слово передать. Боттер, вы с нами? Включите, пожалуйста, микрофон. Вот теперь, вот мне разрешение теперь. Меня слышно, да? Да, да, да. Да, вот мне почему-то, оказывается, запретили там включать микрофон, не включался. Окей, всем привет, меня зовут Баттер Айржан, из Узбекистана. Рад всех видеть онлайн, потому что я перезагружался, я потерял вопросы, если какие-то вопросы были адресованы именно ко мне, прошу перенаправить их, я буду готов на них ответить. Ну, я сегодня хотел рассказать про наш проект, HANA Academy Узбек, наверное, про платформу HANA Academy все уже знают, нету надобности про ней рассказывать, но как мы к ней пришли. Вот сейчас было озвучено несколько моментов по онлайн-образованию. Когда мы начинали, мы совсем не думали о тех проблемах, с которыми мы на сегодняшний день столкнемся. Это пандемия и так далее. Мы на тот момент просто думали, как же создать больше контента на узбекском языке. Почему это проблема? Потому что, как вы знаете, после приобретения независимости, как и в других нескольких республиках, у нас государственным языком стал узбекский, и вся у нас письменность перешла на латинский алфавит. Но проблема в том, что перенести это все как бы объявили, но достаточного количества материала на латинском алфавите не было выдано. Поэтому у нас такая сложная ситуация заключается в том, что огромное количество школ не имеет достаточного количества книг, учебных материалов и на узбекском языке, и на латинском языке, то есть на латинском алфавите, при том, что все преподается только на латинце и только на узбекском, а не национальных школах. И это большая проблема, потому что фактически ребенок остается в неком замкнутом пространстве, в колбе какой-то, и нет достаточной информации. И чтобы не изобретать велосипед, мы начали смотреть в сторону готовых решений, что бы могло быть готовое решение, которое мы могли бы просто взять, адаптировать, локализировать и начать пользоваться. У меня в семье есть большой опыт с женой мы наших детей полностью на платформе HANA Academy вытаскивали, мы жили когда за рубежом, они учились по платформе, то есть дополнительно получали огромное количество навыков, то есть знаний через эту платформу, и нам эта платформа очень сильно нравилась, и вот мы решили ее начать локализировать. Когда мы начали смотреть в сторону локализации, мы поняли, что этот процесс достаточно большой, займет большое количество денег. В начальном этапе, ну, я сам бизнесмен, и мы начали с семейного бюджета это все начали финансировать, мы быстро поняли, что нас надолго не хватит, так как бюджет мы посчитали в районе 400-500 тысяч долларов, ну, где-то полмиллиона долларов. И мы запустили первое в Узбекистане такое краудфандинговое движение по поддержке образования. К нам подключилось огромное количество бизнесменов, местное население, международные донорские организации, и в течение ЕБРР подключился. В течение там полгода мы сумели собрать порядка 230 тысяч долларов, и очень активно начали прорабатывать, то есть локализировать процесс. Ханакедиме состоит из двух частей, текст и видео. Вот на прошлой неделе мы официально объявили, что мы 100% закончили перевод текстовой части платформы на узбекский язык. Вообще в истории Ханакедимы узбекский язык является самым быстрым локализируемым языком. Никто за год не заканчивал текстовую часть 100%. И по видеочасти мы тоже самые первые. Мы как бы... Саламан Хан, когда я с ним встречался в Лос-Анджелесе, он тогда отметил, что вы ребята вообще какая-то крэйзи, потому что мы не видели, чтобы какая-нибудь команда так быстро работала. Мы за год уже локализировали почти 60% всего видео. При этом, если чтобы вы понимали, мы не переводим видеоконтент, а мы его воссоздаем заново. Фактически это учитель садится с ручкой, то есть мы проводим тренинг, как записывать видеоурок. Он читает, то есть смотрит видеоролик на английском и воссоздает его на узбекском языке. И все это потом заливается на платформу. По нашим подсчетам, где-то из-за пандемии у нас сейчас чуть-чуть это замедлился процесс, потому что люди не могут, то есть учителя не могут приходить к нам в лабораторию. Мы специальные шумоизоляционные лаборатории сделали, где они спокойно могут записывать. И этот процесс чуть-чуть замедлился, но тем не менее мы хотим до февраля закончить полностью локализацию платформы HANA-CADEM на узбекской языке. Окей, пока... Ну, мы начали пользоваться, то есть локализировать и не стали дожидаться стопроцентного завершения работы и начали выставлять все это онлайн. Это очень сильно помогло во время пандемии. Мы вот в марте видели огромный скачок пользователей нашей платформы. Ну, вообще, за целый год, мы вот сегодня проверял статистику, мы получили более 18... около 18 тысяч зарегистрированных пользователей на нашей платформе. Это большинство это учеников. Большим спросом, ну, спросом пользуются алгебра, геометрия, математика и так далее. Мы этому очень рады. Скоро мы добавляем физику, химию, начертательную геометрию. Ну, все STEM-сабчиксы, где-то 25 сабчиков у нас полностью будут переведены на узбекские языки, включая программирование. Что еще? А у нас очень сильно поддерживает правительство, государство. Мы совместно с Министерством народного образования начали запускать наши видеоролики через их ТВ-канал. Ну, чтобы вы понимали, у нас такие же проблемы, как в других странах, нет доступа свободного интернета, многие места не имеют достаточно хорошего покрытия. Министерство образования сделало очень хороший шаг, она для себя открыла несколько онлайн-каналов, не онлайн, а телевизионных каналов для преподавания. Вы буквально можете зайти, посмотреть, там есть канал первого класса, третьего, шестого, но там они разбиты по каким-то категориям. Вы можете просто в течение дня они тупо гоняют вот эти уроки, которые на этот приюджет времени по школьной программе они приходятся. И вот там также они пользуются нашими видеоматериалами, это как бы нам, мы считаем, мы помогли в создании этого контента. Ну, если пользоваться самой платформой, она в большинстве может заменить процесс образования, ну, конечно, вот Мухаммед сказал очень правильно, что 100% онлайн-образования не может, конечно, заменить оффлайн-эксперинс, там есть софт-скиллс, там есть куча других моментов, которые очень трудно перенести в онлайн, но тем не менее, класс-концепт, который Ханни Кендзин очень сильно продвигает, когда лекция проходит one-to-one через онлайн-платформу, а все домашние задания делаются самим учеником, для этого Ханни Кендзин идеальная платформа. Я не знаю, у меня лимит времени есть, если есть, могу еще рассказывать, если нет, тогда я уже... У нас по выступлению лимит он исчерпан, осталось время на вопросы и ответы. Я бы просто на правах модератора хотел как раз-таки Жене вопрос задать. Вы как раз-таки на карте показывали постепенное перемещение, возвращение из онлайн в оффлайн-режим. То есть, Мухаммед тоже говорил о трудностях онлайн как раз-таки образования и внедрение масочного режима. То есть, как это должно происходить? То есть, люди, это должно постепенно, в течение какого времени? Есть ли определенные временные рамки? По вашему мнению, как это должно происходить? Постепенно или это уже можно сейчас выпускать? Женя? Да. А, Женя, ваш звук можете включить, пожалуйста? Окей. Слушаю? Да? Да. Отлично, да? Спасибо еще раз. очень интересно. Наши несколько экспертов уже поделились своими мнениями, что нужно на оффлайн, да? Почему я говорю именно, что новая норма, это уже не вопрос, что онлайн либо оффлайн. В последнее время основатель Всемирного экономического форума выпустил такую книгу, говорит, будущее образование это будет hybrid. То есть, это будет что-то mixed, mixtures, да? Мы не можем ожидать, что если это все заново школа открывается, то возвращаемся к предыдущему, например. Все равно нам нужно продолжить, подготовиться к онлайн. И это чтобы был комбинированный такой-то подход hybrid. Потому что сейчас-то это COVID-19, а кто знает, еще будет какие-то другие пандемии, например, ожидается впереди. Потом нам все время нужно подготовиться. И я согласна, по опыту сейчас в Сингапуре у нас все это потихонечку. Например, у нас там какое-то время было полностью 100% social distancing и потихонечку открывается период первый, второй, третий. Сейчас я думаю в школах как в Китае, в Сингапуре, может быть, у них государство, у них есть очень такое жесткое регулирование, все там послушанные такие, потом они более-менее спокойно сейчас открывают школы. У них очень жесткое регулирование, как школа должна быть, какие-то этапы должны быть. Но несмотря на это, Сингапур как делается, они тоже сначала, например, половину, они не все школьников принимают, половину школьников они принимают на два недели в школах, и потом остальные половины они онлайн, и потом ротейшн делают. Это как у них этапный сейчас идет. До того время, когда у них полностью в стране пандемии под контролем, тогда они разрешают все в школы приходить, например. И сейчас в Китае тоже обсервит, что некоторое место открыли, потом заново закрыли. Это все зависит от местной пандемии ситуации. Поэтому это сейчас очень трудно рассказать и предупредить, какие-то этапы должны быть, насколько это быстро. Но все равно, если я показала на нынешний август, центр школ открыто. Большинство сейчас до сих пор закрыты. И пожалуйста, давайте не забудем, это все будет по-новому нормам. Мы не должны ожидать, что просто возвращаемся к прошлой шуме. Ну Мухаммед, может быть у вас комментарии есть касательно как ваша организация, как Астана Гарден школа, 54-я школа, как она будет возвращаться? В нашем случае очень интересная ситуация, потому что у нас школа Сен-Агарден школа, она небольшая школа, где учатся до 100 детей. И у нас Министерство образования разрешило полностью оффлайн обучение для всех малокомплектных школ, которые находятся в селах. Малокомплектные школы, это небольшие школы, где по-моему до 200 детей учатся примерно вот так. В школах, которые в городах расположены частные школы, многие у нас небольшие, наверное, и в ваших странах тоже, максимум 400 детей, 500 детей и так далее. Но частным школам почему-то такое разрешение не дали. Дали только детям с 1 по 4 класс. При желании родителей дети с 1 по 4 класс могут как в государственных школах, так и в любых других школах пойти в школу. Теперь что касается запуска постепенного либо сразу запуска в Казахстане снова же, интересно будет услышать ваш опыт, у нас проблема есть большая с перегруженностью снова же. То есть если отдельная проблема самой подготовленности здания, зданий, которые были построены по наверное уже устаревшим СНИПам и так далее, где не обязательно закладывалось суперсовременные вентиляционные системы, это первая проблема. Вторая проблема то, что многие школы у нас учатся в две смены, то есть они всегда забиты. Если бы допустим наши школы учились бы все дети в одно сменном режиме, то есть обучение полного дня, то тогда допустим легко было бы вот это количество детей просто разделить на два и упростить программу, уменьшить количество продолжительности урока и какую-то часть детей получается отправить на первую половину дня, какую-то часть на вторую половину дня, но в нашем случае это невозможно. В нашем случае в наших больших школах, где по две тысячи, по три тысячи детей учатся. По этой причине в нашем случае, что мы постоянно говорим, надо строить школы, надо строить тысячи, тысячи школ. Это и есть долгосрочная подготовка. Большие капитальные инвестиции требуются. Б. Это необходимо готовить педагогов к такому формату обучения, чтобы они были не само обучение гибридное было, а преподаватели были гибридными в плане того, что они готовы и круто обучать в оффлайн режиме, и в онлайн режиме, и в таком смешанном режиме. То есть весь акцент, все силы, после того, как мы потушим пожар, пандемия и так далее, надо направлять на подготовку таких суперсовременных педагогов. Вот в целом, в нашем случае, конечно, мы как небольшой кейс это все у себя делаем, и эту модель стараемся распространять, делиться опытом, когда у нас спрашивают. Но в рамках государства пока это не предвидится возможность за вот такой щелчок. Но если задаться такой целью, в течение пяти, десяти лет, мы уже сможем это обеспечить. Большое спасибо, Анна Мухаммед. А вот, Зарина, может быть, тот же самый вопрос вам, так как вы тоже руководите своей школой. Как вы планируете решить данный вопрос? У нас сейчас интересное сотрудничество начинается в сентябре месяца. Мы берем предмет информатики в одной из общеобразовательных школ, где обучаются двести детей. С первого по пятый класс будем проводить там уроки программирования. И вот сейчас в Таджикистане 17 августа начинается новый учебный год. Так как мы закрыли, отправили школу на карантин еще в конце апреля, 17 августа у нас стоит период, когда необходимо наверстать вот ту упущенную программу. И с первого сентября получается уже начать следующие классы. Что у нас в стране сейчас делают рекомендации Минобра, это разделение одного класса на две группы, как рассказывал Нур-Мухаммед. В больших школах это реально будет сложно. За счет этого у нас в школах появляется по три смены. Кажется, со связи немножко проблемы. Увеличили арендуемое помещение и предметы предметы общеобразовательные, именно большие государственные школы, где учатся сотни тысяч детей, там будет идти несколько смен. Как вот это все сейчас будет проходить, это такой большой вопрос, даст ли это пользу, но получается сейчас в нашей стране идут на риск и выходят именно в таком формате, разделение на две группы, уроки сокращаются по 25 минут, получается 25 минут учат математику, 25 минут русский, потом группы меняют учителей и продолжают обучение. Это то, что сейчас у нас в стране. Зарина, можно уточнить вопрос? У вас все государственные школы в такой режим переходят, правильно? На очное обучение, но в три смены, правильно? Если я понял. Еще раз можно вопрос? Связь прервалась? У вас это государственные школы выходят на очное обучение? Все школы и государственные и частные. Понятно. А обоснование у вас как обосновывает такое решение? По какой причине у вас именно такую политику государственную приняли? государство позиционирует это так, что уже долгое время ученики вышли на карантин и не проходили. У нас онлайн обучения не было. Ни одна школа в онлайн не вышла. Дети просто ушли на каникулы. И с конца апреля до этого периода они все на каникулах мучатся и отстают. Поэтому государство говорит, что уже очень много времени упущено, поэтому нам надо выходить с рисками и минимизировать риски вот этим путем. По какой причине школы онлайн не обучали? У вас есть проблемы с интернетом, с гаджетами? Те факторы? Абсолютно. у нас нет контента вообще для того, чтобы делать это в онлайне. Если брать именно экспертизу самих преподавателей, то сами преподаватели не готовы были к переходу в онлайн. У меня у самой мама педагог, она работает больше 30 лет в школе, она не могла, она не умеет пользоваться ни зумом, ни чем либо другим. У учителя просто не справились, они не понимали, как это делать. Плюс не было контента для онлайн. Минобор заявлял, что будут сняты видеоуроки для публикации по телевидению и снять, посмотрели ли, понятно ли все им это. Но опять-таки это такой вариант не очень хороший и ничего из этого не получилось. Как бы ни крутились, ни квалификации преподавателей не хватает, не хватает доступности к интернету и самое главное нет гаджетов. Вообще это самое такое. Если с интернетом можно как-то решить уломить мобильных операторов на скидки бесплатный доступ, то с гаджетами это гораздо сложнее. Извиняюсь, обучение в ваш школе на русском языке? У нас всего 5% школ на русском языке обучаются, остальные 95% таджетский язык. Просто я к тому, что если хотя бы те классы, которые на русском языке обучаются, возможно мы могли бы как-то коллаборировать в соседние страны, друг другу помочь в таком деле, потому что контент на русском языке он же есть, в Казахстане очень много контента было создано. Как-то коллаборировать может быть мы можем предложить чтобы хотя бы что есть тем, что есть. Я могу, я просто не выдержала там свое мнение быстро расскажу. На самом деле, госпожа Зарина, вот эти все вопросы, проблемы озвучены, это не только в Таджикстане, у нас в Кыргызстане так же, в Казахстане, в Узбекистане так же. Я на самом деле очень переживаю за ваши детей, потому что когда мы все как-то наши учители даже в селах, они как-то старались что через ватсап либо через такой базовый старались продолжить преподавать, а с вашей стороны вы наоборот просто вышли на каникулы и сейчас заново, и в последнее время, если вы читали новости, некоторые штаты в Америке, они тоже открывают школы, в течение 2 недели уже есть почти по-моему 100 тысяч школьников заражены ковидом, поэтому я на это очень переживаю. Сейчас говоришь, что дети у них более-менее есть иммунитет, но это не совсем факт, они наверное до сих пор носят вирусы, это будет безопасность учителей и их семьи и так далее, поэтому еще другой, почему я не выдержала, потому что я сама тоже работаю много лет в частном секторе, я сейчас слышу, что мы все вопросы говорим из-за того, что государство не готово, из-за того, что у нас этого нету, чего нету, сейчас новая эра приходит, не только государство должно играть самую главную роль здесь, помочь всем учили, мы должны открывать возможности для бизнеса, мы должны открывать возможности для общественной организации, либо просто волонтерской группе, которую мы сейчас делаем, например, как помогаем преподавателям, мы должны всех их пригласить, чтобы они совместно решали проблему, чтобы они друг друга предоставили, я уже говорю, что интернет, мы можем, чтобы интернет мобилкомпании, они предоставили доступный интернет для учителей, либо даже бесплатно, а civil society, как наш пример, мы сейчас тоже бесплатно предоставляем тренинги для учителей, потом, мне кажется, давайте уже не будем ждать государства, каждый человек, насколько сможем, маленький, хотя бы чуть маленький, просто волонтерический, это все будет очень хороший вклад, и мы даже все совместно вперед идем, и это именно откуда инновация приходит, спасибо. большое спасибо Жене за ваше мнение, у нас очень много вопросов к вам вообще в чате, участники вам задают очень много вопросов, я немножко трудно это все охватить, потому что я прочитал, я могу ответить, если вы не хотите. все, окей, спасибо. Ну, в первую очередь, то, что Джей сейчас сказал, касательно того, частный сектор должен брать инициативу в руки, совершенно с этим согласен, что мы не должны ждать, что государство должно что-то сделать, если это ждать от государства, ну, конечно, оно должно, но, если только сидеть и ждать, ничего не получится, вот мы, Ана Кедзин, узбек, это реальный проект, показатель того, что частный сектор, просто волонтеры, люди, которые на улице, которые не безразличная страна, взяли и сделали это сами, без единого центра из государственного бюджета, за личные средства, поэтому, когда стоит такая проблема, нужно ли заниматься развитием интернета, инфраструктуры, или же первичный все-таки контент, надо сделать степ-бай-степ опрочек, просто нельзя всем одновременно заниматься, просто ресурсов столько нету, мы изначально для себя фокус поставили, делаем контент, больше ни на что не обращаем внимания, вот мы сейчас заканчиваем контент, следующим этапом будем смотреть на все возможные оффлайн реализации проекта, как этот контент предоставлять, будем добиваться, уже несколько компаний подписались, что они бесплатно наш контент уже показывают и так далее, теперь по вопросам, недавно проводили интервью со студентами, родителями, были жалобы касательно отсутствия фикбэка со стороны учителей, нехвата времени у родителей для занятий с детьми, это вот самая большая проблема, что у нас образование заточено на том, что родители должны дома сидеть с учениками и объяснять урок, потому что во время урока, лекции нет возможности за 45 минут на один предмет в течение этого времени полностью всему классу объяснить хоть какой-то предмет, поэтому я думаю вот этот симбиоз и вовлечение таких платформ как онлайн-платформ поможет в офлайн-режиме просматривать эти лекции, поэтому учителя могут только смотреть на домашнее задание, а родители дома могут доверить прохождение урока, могут сказать вот посмотри вот это видео и ты все там поймешь, и родители могут вместе посмотреть просто ответить вместе с ними на вопросах. Ну это проблема не только в Узбекистане, то что нет фидбэка со стороны учителей, не хватает времени у родителей, я думаю это у всех соседних странах, не только у нас и во всех других, потому что у родителей у всех проблем с нехваткой времени и нет возможности заниматься, многие не помнят какие предметы и как они преподавались, могут там до четвертого класса максимум помочь, поэтому надо миксировать оффлайн, то есть онлайн. Вот следующий вопрос упомянули перенос пользователей платформы во время пандемии, насколько сильно увеличилась популярность ханикеда в Узбек за эти месяцы, пришлось ли как-то адаптироваться. Да, вот когда у нас был большой всплеск в марте, у нас узбекская часть нашей платформы, через которую заходит на единый платформ, она упала, нам потребовало, мы не ожидали такой большой трафик, за день он вырос в порядке 15 раз, по-моему, и нам пришлось очень быстро его ставить на ноги, мы за день его поставили, потом уже как бы все прошло нормально. Ну, популярность многие уже знают про ханикеды в Узбек, все ждут дополнительных предметов, физику, химию, биологию, многие готовятся, уже по ним университет смотрят некоторые предметы, надеюсь, в будущем это сканет как бы неким основной платформы, которая будет дополнительно ко всей школьной платформе, которая здесь проходит. И вот третий вопрос, планируется ли внедрение предметов в более гуманитарные направленности, например, по истории, как я понял, сейчас в основном идет перевод существующего курса с английского языка на индекски, но есть ли планы разработки своих курсов, в том числе специфических курсов как историю Азербайджана. Но мы изначально поставили для себя целью перевод STEM сабджектов, это вот точная наука, математика, физика, химия, биология, программирование и так далее. Почему? Потому что у нас, как во всех других постсоветских странах, очень сильно боятся западной идеологии, а все вот эти софт-предметы, это все, что связано с историей, философия и так далее, и так далее, там много как бы подходов, которые иногда не совсем поддерживаются, можно сказать, нашим социумом, или иногда даже противоречат, иногда идут в другой параллель. Вот, например, Вторая мировая война, мы смотрим историю американскую Ханакедина, ее выиграла Америка, у меня дети учатся в британской школе, им преподают, что выиграла Великобритания, в узбекской школе мы говорим, что самый большой вклад сделал Узбекистан, по российской программе выбора России, поэтому нет времени спорить со всеми преподавателями и так далее, мы поэтому сказали, мы делаем точные предметы, а все, что касательно политики, мы туда не лезем, это не наш приоритет, пусть разбираются сами, а мы дадим хороших, сильных технорей, грубо говоря. А насчет разработки своих плану пока нету, но в будущем мы хотим проговорить с платформой Ханакедеми, добавить туда единственный предмет, это изучение узбекского языка, но вы удивитесь, что на сегодняшний день, я не знаю, как в других странах, но по крайней мере, я знаю, в Казахстане это есть такая проблема, нету полноценной программы изучения узбекского языка, есть какие-то разрозненные некие книжки, некие методологии, но нету конкретно одна книга, ей на руки дают, и ты полностью ее читаешь, и ты понимаешь, что это узбекский язык, там все правила свода есть, но такого нету, поэтому в будущем наша цель сделать систематизированный учебник онлайн как платформу для изучения узбекского языка. Хафизова задала, это мне вопрос, каких странах это все вопрос. Как собрали узбекистанские наши аудитория? Агирим, я хотел вам вопрос задать, даже и вот Бегаим, наша участница нашего онлайн-дискуссии, она говорит, что я согласен с Агирим, контента слишком много, студенты закачивают онлайн-курсы, как мотивировать студентов онлайн-курсов аля курсера заканчивать курсы, то есть как вы на своем пути это делаете, тоже интересно. Конечно, можно перед тем, как я пойду туда, блин, я короче, у меня сейчас такое ощущение, что вот пандемия, она показала, снег прошел, зима закончилась, и видно, что там неправильно, что там это, вот то же самое, и вот мы сейчас когда говорим, вот в онлайне там такие-то проблемы, все понятно, кстати, я больше представляю все-таки взрослое обучение, поэтому в школьном образовании совсем другие проблемы, ну, я, наверное, не смогу по ним комментировать, но проблема на самом деле не в целом, не в технологиях, не в том, что сейчас есть, она на самом деле намного глубже, она в самом образовании, и мне кажется, там надо копаться, и там надо менять, то есть если посмотрим исторически, мы, если брать сферу высшего образования, мы, по сути, ничего особо не поменяли, то есть с тех еще до исторических времен, когда университеты были, это вокруг церквей создавались, а, скажем, потом уже в индустриальную эпоху мы обучались, становились инженерами и так далее, и так далее. То есть, по сути, особо изменений не было, вот то, что я вначале говорила, и мне кажется, что сейчас, во время пандемии, я вот немножко fascinated, может быть, я слишком оптимист, но мне кажется, это классное время вообще все пересмотреть. И интернет, я, у меня нету иллюзий по поводу интернета, я там не считаю, что, ой, все, должно быть онлайн, вообще такой нет у меня мысли, я вот больше с Джей не согласна, что, скорее всего, future is blended, смешанная, потому что люди продолжают есть диких животных и продолжают разрушать нашу планету, поэтому ничего хорошего не ждем, будет третья, вторая, десятая пандемия, к сожалению, если мы не умрем через 20 лет, если не уменьшим, да, скажем, выбросы в атмосферу. Поэтому, так, я что-то, у меня такая, это моя больная тема, я туда ушла. Вот, я к тому, что future, скорее всего, blended, и сейчас у нас такое очень классное время в целом полностью все поменять. Чем мне нравится интернет, это тем, что интернет, вот есть сфера образования, которая сейчас у нас есть, я, конечно, очень обобщаю, простите меня, я знаю, что образование очень разнообразное, многоликое, особенно в разных странах, но то, что интернет нам дает, и то, что, к сожалению, мое, где я училась, мне, возможно, не давало, это интернет дает тебе право на ошибку, да, ты кодишь, например, да, ты делаешь что-то error, да, ты исправляешь, то есть интернет, он дает тебе, как человеку, право на ошибку. И в интернете ты получаешь instant feedback, ты что-то вводишь, тебе дается ответ, загрузилось, не загрузилось, получилось, не получилось. Вот этого сейчас, мне кажется, в образовании не хватает, потому что мы пытаемся, кто работает в сфере образования, повторять то, что уже есть, то, что уже было, мы не меняемся, а мне кажется, вот сейчас такое время, вот Харари, да, об этом писал, irrelevant workforce, irrelevant people, что нас в ближайшие десятилетия, в принципе, Всемирный комиссийский форум январского отчета там об этом писал, что по сути, одна треть нашего населения, если не больше, будет не нужна вообще, в целом, да, то есть их навыки, да, вот Ботер, я вас тоже слушала, очень понравился ваш эфир с Амирханом, вы тоже об этом говорите, да, что сейчас не хватает профессионалов, да, элементарно, по элементарному направлению. Что касается онлайн, еще что, вот зима прошла, да, то, что осталось, это то, что мы поняли, что образование скучное, оно, людям, люди, конечно, у них есть телефон, и он, человек зайдет на Netflix и будет смотреть Sex Education, да, что, The 100, мой любимый сериал, другие, да, и вместо того, чтобы сидеть на вашей платформе и тратить время, да, на моей в том числе, я сейчас про нас всех говорю, да, поэтому мы, по сути, сейчас где-то даже должны становиться, возможно, я не говорю интертейнерами, как поверхностными, да, но где-то и людей вовлекать, и вот это на вопрос мотивации в том числе, потому что вот Зарина классно сказала, обучение должно становиться проще и доступнее, это то, что мы тоже увидели, вы знаете, у нас были такие курсы, я думала, что они не такие сложные, да, там мы там обучали Digital Marketing, SMM, людям даже это было сложно, люди не хотят думать, и приходилось нам вот вопрос мотивации что-то сокращать, давать микрообучение, да, это вопрос к тому же к трендам, и закончу на том, что Барбара Оукли, не знаю, надеюсь, ответила, еще я отвечу, у меня есть четыре пункта на мотивацию, но важный пункт, Барбара Оукли классно, вот она в прошлом году приезжала, мы ее в AdGravity привозили вместе с Академией в Казахстан, и она говорила про три компонента онлайн-обучения, что сделает нас крутыми, да, и крутыми в плане полезными обществу и так далее, это три составляющих, первая, это, конечно, академия, то есть академические знания, это должны быть глубокие, полезные, системные, структурные знания от лучших экспертов, второе, это Silicon Valley, то есть мы должны думать, вот мне нравится, почему тоже предприниматели в образовании, потому что они, если они не сделают крутой продукт, их просто не купят, вот если мы сейчас не сделаем классный курс, нас не будут покупать, да, мы должны его делать крутым, поэтому второе, это Silicon Valley, образовательное, мы должны думать как предприниматели, и третье, это Голливуд, и Голливуд, это вот момент того, что курсы должны быть так завлекать нас, да, как ты не оторвешься от там Game of Thrones, да, или какого-то другого крутого блокбастера, вот мне кажется, нам к этому надо стремиться, в том, что мы как education providers, да, должны, наверное, делать, вот. Айгене, большое спасибо, да, это очень важный момент касательно доступности образования, образование должно быть интересно, да, то есть, почему, потому что мы зачастую говорим, почему молодой человек должен покупать ваш контент, да, если он неинтересен, да, они будут все равно искать интерактивы, больше такого интертейнмента, больше какого-то развлечения, да, взаимодействия. Здесь нам вопросы дали как раз-таки по поводу правильно ли и справедливо ли, что цена образования падает, несмотря на факт, что работы на самом деле больше. Ну, то есть, это, если, как, кто может ответить? Можно еще раз? Если можно, я хочу, я хотел бы начать отвечать на этот вопрос. Да, 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 конечно. Цена на образование будет, мне кажется, очень сильно падать дальше, потому что роль учителя, потому что сам вот кост-фактор это учитель, да, и инфраструктура. Большинство инфраструктур уже созданы. Плюс к тому, что уже есть, добавить много чего невозможно. Но основной кост-фактор это учителя, их готовить очень трудно, долго и дорого. И они должны стоить дорого, это правильно, но онлайн-образование с миксом искусственного интеллекта дает возможность часть работы учителей возложить на эти платформы. Потому что уже доказано 100%, что в классическом виде лекция, как она преподается, где вот одностороннее вещание науки с уст учителя никогда не дает положительного эффекта и ученик не может получить полную информацию. Поэтому будет некий аутсорс этой задачи на искусственный интеллект и онлайн-платформу, когда учитель будет применять больше роль некого ментора, когда он будет заниматься с учеником только по проблемным вопросам и только заниматься гайдами. Соответственно, это будет снижать стоимость и учителю необязательно будет знать 100% весь предмет. Я думаю, это нормальный процесс и вся монополия высшего учебного соблюдения, особенно то, что сейчас идут большие дебаты, я очень много слежу, что творите в Гарварде, Стэнфорд, крупные университеты, они находятся в замешательстве, потому что студенты конкретно заявляют, что они не хотят платить столько, сколько платили, если часть образования переходит на онлайн. Это нормальный запрос, и я думаю, это будет продолжаться в таком направлении. Я могу еще добавить? Да, конечно. Несколько международный репорт исследования, они тоже поддерживают, говорят, что здесь государством должны играть роль, чтобы сделать интернет доступный, я уже сказала, если пример, что доступный либо бесплатный для учителей и школьников, и плюс для тех бизнесов есть digital device, например, как компьютер либо смартфон для детей, чтобы государство тоже сократили текст, налоги, чтобы это было дешевле изначально, таким образом, что больше и больше low-income family они могли тоже покупать образовательный девайс. поэтому я думаю, что и по маркетингу, и плюс, если государство здесь тоже активно играет роль, чтобы сделать цифровое образование больше доступным, это скорее, что возможно. Спасибо. Есть ли комментарии? По цене? Да. А можно скажу, мне кажется, люди правильно хотят, чтобы оно было дешевле, хотя, конечно, курс создать это очень дорого, это не поставить камеру и записать, или там зум поставить, но в целом, если мы посчитаем, например, в Штатах, твое пребывание в университете, это 500 баксов в час, примерно, и представь, у тебя нет еще и кампуса твоего, то есть, мне кажется, что да, и вот, как я сказала, это, по сути, тогда время трансформироваться, потому что да, это реальность, ничего не сделаешь, студенты правильно говорят, за что они будут платить. Спасибо. у нас здесь был вопрос касательно как будет проходить оценка знаний, будут ли проводить виртуальные диктанты или контрольные, но, Мухаммед, может быть, у вас есть как-то на этот вопрос, вы в своей организации, в своей школе планируете такое? На самом деле, сейчас все, что проводилось в оффлайн-режиме, самый простой пример сказать, как будет проходить оценивание, это, наверное, дать пример международных экзаменов, которые всемирно известны, IELTS, SAT, TOEFL и так далее, даже в последнее время Дуолинго появилось, которые конкретно оценивают какие-то знания, компетенции и так далее. Что касается, если не оценивать какие-то конкретные знания, а в целом задача оценивания не выявить какой-то уровень, а именно способствовать прогрессу, в Казахстане, к сожалению, система оценивания мне не очень сильно нравится, потому что она не подталкивает к прогрессу, она вот наоборот как метод кнута и пряника больше действует. Мне нравится финский подход, где оценивание, именно цель у нее замотивировать ребенка, чтобы он видел свой прогресс. то есть там нет такого, чтобы один ребенок соревновался с другим в плане оценок, потом, когда объявляют оценки и так далее, тот морально чувствовал себя чуть-чуть демотивированным, то, что он недоработает и так далее. Потом в это включаются и родители, которые тоже болеют за оценки, топят за то, чтобы не поставили двойки, пятерки и так далее. То есть в нашем понимании оценивание оно чуть-чуть другое. Поэтому то оценивание, которое у нас имеется, его, в принципе, легко оцифровать, создать ряд разных инструментов. Сейчас все это тоже в онлайн формате имеется, когда учитель может создать все вот эти банк вопросов, а потом система, IT-система, софт-софты, они это преподносят к ребенку. Но самый совершенственный вид это, конечно же, вот эти международные экзамены, которые там и зеркало сзади ставят, в общем, разные схемы, камера стоит, оценивание. В нашем примере оценивание носит такой характер, дать обратную связь, когда зачастую это письменно происходит. То есть письменная работа ученика, куда дается письменная обратная связь. И ребенок это видит, понимает свои слабые стороны, сильные стороны, где он не дожал, и уже усиляется в этом блоке. То есть он пробелы все конкретно закрывает. Если я смог объяснить. Можешь по оценке добавить? Да, конечно. По оценке я совершенно не согласен с тем, что экзамены дают объективный взгляд на то, как ученик успевает или не успевает. потому что куча факторов, что стресс, неограниченный то есть ограниченное время. И в конечном итоге это сводится к тому, что ученик должен зубрить, а не понимать. Вот онлайн и другие AI-бейст платформы позволяют во всем вдоль процесса обучения постепенно выявлять, насколько ученик осваивает предмет. Если вы не знакомы с платформой Khan Academy, я сильно рекомендую его вам поковырять, там есть такие вещи, как вы на каждый день можете сказать, на сколько процентов математики вы уже знаете. Вот у меня дети говорят, я школьную математику своего класса знаю на 78%, но я им говорю, сделай 80%, ты получишь например какой-то бонус. Или дочка говорит, я сегодня поднялась на 3%, она получает свой бонус. Постепенно сделать это намного легче, потому что нет сопряженного этого стресса, нет проблемы постоянно создания экосистемы экзаменации в классическом его виде. У меня дети на прошлой неделе участвовали в международной олимпиаде по математике. Проводят ее из Сан-Франциско, они там сидят, нас попросили двойную камеру поставить. Мы там видим, что дети потом рассказывают у некоторых детей, там родители мелькали вокруг, там иногда помогали. Люди изобретательные, они всегда найдут входы и выходы. Поэтому надо максимально отходить от субъективизма человека и больше аутсорсить эти процессы платформами. А учредителю и процессу вот этого надо отходить в сторону менторства. Большое спасибо. У нас есть вопрос как раз от Ахмеда из Мухаммедова. Ахмед, мы вас специально включили, у вас есть максимум одна минута задать вопрос. Да, здравствуйте, спасибо большое, я подключился буквально недавно, посмотрел, что вы сейчас обсуждаете. Рад всех видеть. Вопрос в том, что Ахмед Иш Мухаммедов, я основатель компании Сават Сретачи в Сингапуре, но сейчас мы также разработали образовательную платформу, которая поможет найти школам, университетам с любой точки мира, но мы начинаем в Центральной Азии, найти профессора, учителя со всего мира, без разницы. То есть, потому что мы видим проблему на самом деле в учителях, в качественных учителях, и когда все уходит онлайн, вне зависимости, учитель в следующем подъезде живет, либо учитель в Америке, либо в Сингапуре, один и тот же момент будет. Но теперь есть доступ к учителям со всего мира, и единственный момент, надо их убедить преподавать по ценникам в Центральной Азии. Что мы сделали? Допустим, казахстанцев за рубежом примерно 50 тысяч, то же самое с Кыргызстаном, то же самое с Узбекистаном. Они работают в Гугле, еще в крупных компаниях, и они готовы делиться опытом. Что мы сделали? Мы с каждым из них переговорили, мы сделали онборд на нашу платформу, и теперь они готовы преподавать в университетах и в школах с Казахстана. Так, мы начинаем с Казахстана. И вопрос, на самом деле Хан Академии, естественно, все мы знаем, как и Удеми, как и Курсера, но проблема в том, что это запись, а запись, она не интерактивна. попробуйте ребенка заставить слушать запись. Я сам пытался, честно скажу, с Курсера проходить 20 курсов. Я ни один не закончил. Почему? Потому что я не могу задать вопрос. Задать вопрос это очень важный момент. Поэтому, как вы считаете, стоит ли на самом деле вводить в уроке записи, когда есть возможность сделать это все вживую. Я сам, допустим, преподаю уже три года в Казью онлайн технологическое предпринимательство, находясь в Сингапуре. И Курс мой является одним из интерактивных. Почему? Потому что я могу пригласить с венчурного капиталистов с любой страны, главное, чтобы у меня был доступ к ним. И они делают финальные свои презентации реальным, допустим, венчукоментал с Сингапура, с Америки. И мы еще выдаем им грант. Ну, то есть я сам. Можно я быстро прокомментирую? Да, Альгири, пожалуйста. Спасибо, такой классный вопрос. Но, кажется, на самом деле проблема не в записи. В Сори, но и на Курсере есть профессора, которых вы слушаете и засыпаете на 10-й минуте, потому что это капец скучно. И есть потрясающие курсы, где, кстати говоря, есть и обратная связь, просто вы за это дополнительно платите. И, скажем, ну, есть какие-то другие инструкции. Я согласна, что обратная связь супер важна. Это одна из четырех, это одна из самых важных. Это то, как мы обучаемся, это то, как человек развивается и у него, скажем, экспертизия свою идет. Но, мне кажется, проблема на самом деле не в записи. И нет на самом деле каких-то исследований, которые бы сказали, что запись это хорошо или плохо. Больше, как обычно, это, наверное, в самом процессе организации обучения, потому что на самом деле есть, вот, например, мы в Гравити используем и запись. У нас есть моменты, которые записаны, потому что, когда все не записано, это тоже немножко unsustainable. И учитель, кстати говоря, в нашем опыте часто переходят и может, ну, потому что людям надо быстро, да, что-то получить, информацию, а в онлайн-курсах она дана в очень сжатом формате. Допустим, за пять минут ты получаешь какой-то концепт, который ты мог учить летом час слушать и его скучнейший вебинар, да. Поэтому, мне кажется, что больше тут момент, наверное, в соединении, то есть, чтобы модель была sustainable, ты объединяешь, да, и записные записные моменты и создаешь engagement, да, это целая отдельная тема вообще построения онлайн-комьюнити, это мало платформ, кто смогли это сделать, да, именно построение комьюнити и создание вот этого engagement, мне кажется, это вот, ну, отдельная тема, и, но это то, а, да, я хотела еще что-то сказать, но это слишком будет, наверное. У меня есть evidence-based статистика, только что нашего чата отправили, уже к нам записали больше 700 учителей в Кыргызстане, они хотят обучиться на digital skills, у нас как раз есть анкету, здесь, например, если все, большинство, у них есть наличие смартфона, но наличие компьютера всего лишь 78%, умение Google это 74%, Microsoft, basic Microsoft 85%, Zoom всего лишь 65%, я имею в виду, что, конечно, это классно, что мы можем онлайн engage учителей, чтобы mentorship, interaction, используем технологии, но давайте не забудем, что если большая картина в реалити, когда большинство они в селах, в village, и у них даже basic компьютерный доступ всего лишь 75%, и это тоже задается вопрос, поэтому it's ok, когда есть бизнес, частный бизнес, вы можете разработать интерактивно, онлайн, и для человека, как мы, мы более на public policy, поэтому мы бы хотели именно на такие нужды, basic teachers, это очень важно. Спасибо, если со стороны наших спикеров ответы. Да, я хотел бы, если можно добавить, очень правильно сказали, что есть большая проблема со стороны профессора, можно задать вопрос, но принципиальное отличие платформы Hanecadim от Udemy и других заключается в том, что это микс не только лекций, это микс задачей, лекций и многого другого одновременно. И плюс там есть специальная панель для учителей, где учитель может себе в класс записывать до 30 учеников и следить за своими учениками в режиме онлайн, как они что делают. Вообще есть такая концепция flipped class, если вы с ней незаконны, я предлагаю просто даже какой-то бриф по нему сделать несколько следующих лекций, то есть сессия рассказать больше широкую аудиторию, что такое flipped class. И вот flipped class очень серьезно помогает, потому что нет вот этого напряжения на лекции и больше есть фокус на то, чтобы приобретать знания на своем как бы спиде, то есть на своей скорости. И в то же время обязательно интеракция с учителями, но когда учитель занимает позицию больше как ментора, а не того, который истинно конечной дистанции. Так, ну, коллеги, да? Еще самое последнее. По нашим исследованиям здесь тоже ролл родителей играет очень большую роль. Мы сейчас основные говорим учителей, школьники, да, вот так далее. Но, к сожалению, например, особенно страны как Кыргызстан, Таджикстан, у нас очень много количества мигрантов, когда их даже родители физически нет рядом, например. И останутся дети только с дедушками, бабушками, например, да, они вообще как цифрообразование не имеют никакого понимания и так далее. Поэтому здесь есть приложение, с одной стороны, можно ли привлечь бизнес, придумать какой-то диджитальную площадку, что родители тоже совместно помогали детям. И второй, либо государственный, они могут иметь, предоставить возможность для родителей, у кого дома есть дети, например, они могут и больше внимания на детей обратить. Something like this. Почему? Потому что в последнее время очень много родителей начали писать в нашем министерстве образования. Они хотят скорее открыть школы. Одна из главных причин, потому что они нуждаются вернуться на работу, например. Вот они не успевают и одно время за детьми смотрят и за этот... Ну, COVID сейчас показали, что родители играют очень большую роль. Поэтому сейчас здесь и по частному сектору, и по государству я думаю, они могут совместно и тоже не забудут, как мы можем помочь родителям, чтобы они еще лучше помогали своим детям. Спасибо. Коллеги, большое спасибо. Наше время, к сожалению, подошло к концу. У нас вопросы до сих пор продолжаются, но это говорит о том, что тематика, очень интересная. Спикеры наши как раз таки обозначили очень много аспектов. Нурмухамед, Жени, Зарина, Агерим, Вотер. Большое вам спасибо за ваши инсайты, за ваше мнение, за ваши рекомендации. Это говорит о том, что есть куда расти. Пандемия как раз таки обнажила очень много вопросов. Но есть возможность роста. И регионализация в Казахстане или вообще в Центральной Азии возможна. Особенно в сфере образования. Как раз таки Мухамед правильно обозначил, подчеркнул, что давайте сотрудничать, давайте делиться информацией, давайте взаимодействовать. Таким образом наш регион может также развивать сотрудничество в сфере образования на частном уровне, не только на государстве, на частном уровне и на индивидуальном уровне. Эти частные инициативы будут давать нам обществу как раз таки больше сотрудничать друг с другом и подниматься вместе. Большое спасибо коллеге и большое спасибо нашим партнерам из Кабар Азия и ЭВПР за поддержку, за организацию самого ивента. Друзья, большое спасибо всем участникам, кто присоединился к нашей сессии. Спасибо Большое спасибо еще раз. Большое спасибо. Спасибо.